Дюссельдорф И вот мы начинаем наш разговор Дюссельдорф Весь отражён простором зеркальных рейнских вод С большим своим собором старинный Кёльм встаёт Сиял мне в старом храме Мадонны лик святой Он писан мастерами на куже золотой Вокруг неё цветочки И ангелы реют над ней А волосы, брови и щёчки Совсем как у милой моей Это восхитительное краткое стихотворение Гейна Не столько восславлящее, сколько, пожалуй, осмеивающие святыни Кёльна Напоминает нам о том, что стиль Штефана Стефана Лохнера Великого художника Кёльна Великого художника-мастера Северного Возрождения Далеко не был симпатичен реформатору поэзии Всей культуры Генриху Гейна Его слащавость некая Его некая сахарность Прицила Гейна И оттого он переводит тему Мадонны В тему личного любовного опыта Таким образом ему сподручнее упрекнуть Лохнера С его канонической живописи и канонической тематики В чрезмерной слащавости Весь Гейна в этом Но собор и триптих Лохнера вряд ли виноваты Это только повод для Гейна увидеть Кёльн взглядом Дюссельдорфца Взглядом парижанина Взглядом человека, настроенного на критический лад Обратим внимание на вариант страфы Первые страфы стихотворения Он крайне существенен Из глуби беспредельной зеркальных рейнских вод Собор старинный Кёльна дрожа в реке встает Это на самом деле некая метафора порождения собора самим батюшкой Рейном И, с другой стороны, это, разумеется, образ отражения в реке Как повторение контура нарциссистского образа собора То есть собор нарцисс, смотрящийся в реку Порождаемый этой рекой Вот что забавляет Генриха Гейна в чудище облом В соборе Кёльна В этом высоченном, этом монструозном сооружении Ледва ли не самое знаменитое стихотворение Гейна Который делает из него социального поэта, гражданина, пророка Стихотворение «Погодите! Из-за того, что я владею искусством петь, светить, блистать Вы думали, я не умею грозящим громом грохотать? Но погодите, час настанет Я проявлю и этот дар И с высоты мой голос грянет Громовый стих, грозы удар Мой буйный гнев тяжелый страшен Дубы расколет пополам Встряхнет гранит дворцов и башен И ни один разрушит храм Что толку в путешествиях, если мы не находим некий необычный ракурс того, о чем знаем по книгам А по книгам, например, по книжке Александра Иосифовича Дейча Гарри из Дюссельдорфа Мы знаем, что годы, юные годы Генриха Гейна прошли именно в этом городке И много испытаний ему пришлось пройти в этом городе, прежде чем стать журналистом, поэтом, сатириком Славой Германии Славой для Германии Славой помимо Германии Генрих Гейна в Дюссельдорфе нынешнем Фигура все еще Как бы не окончательно признанная Удивительным образом Как в Кёне ведется некий внутренний спор-диалог Спор-диалог с Генрихом Бюрнем Так, в Дюссельдорфе все еще столько времени прошло Ведутся некие споры, внутренние споры, несогласия с Гейна И у нас было бы все по-другому, согласитесь Мы бы раз и навсегда заявили Да, вот, наш поэт, слава нашего города Давайте признаем, давайте увековечим И так далее, и так далее Поэтому, может быть, в этом состоит некая особенность Германского видения поэта Поэт далеко не все в Германии Поэт это одна из частностей культурного мира По временам не слишком учитываемая Не слишком признаваемая И поэт вовсе не то в Германии, что в России Не знаю, о чем я тоскую Покоя душе моей нет Забыть ни на миг не могу я Предания далеких лет Вдохнула прохладой, темнеет Струится река в тишине Вершина горы пламенеет Над рейном закатном огне Девушка в светлом наряде Сидит над обрывом крутым И блещут, как золото, пряди Под гребнем ее золотым Проводит по золоту гребнем И песню поет она И власти и силы волшебной Зовущая песня полна Пловет в челноке беззащитном С тоскою глядит в вышину Несется он скалом гранитным Но видит ее одну А скалы кругом все отвесней А волны круче и злей И верно погубит песней Пловца и челнок лорелей И чем же может похвастать Дюссельдорф теперь Университетом имени Генриха Гейна И очень-очень странным памятником Памятником, который вызывает Споры до сих пор Как, впрочем, и сам Гейна И личность Гейна Мы помним, что сам поэт В путешествии по Гарцу Много раз подвергал сомнению Харизму, славу Своих предшественников И то же самое произошло и с ним В нашей традиции Генрих Гейна Ну, как бы немножко навязанный поэт Та естественная тяга Гейна Которая была у блока И у круга символистов Прошла И Гейна стал немецким революционером Этаким революционным поэтом Который близок Марксу и Энгельсу По своим убеждениям Гейна стал Этаким помощником Социалистической революции у нас в Отечестве И поэтому К сочинениям Гейна Об острых проблемах бытия О бедности, богатстве О соотношении сил в этом мире социальных Было это отношение у нас Преувеличенное Совершенно Кипертрофированное Пристрастие к социальным Воззрениям Гейна И лирика Гейна Его Тоже социальная сатира Но вовсе не связанная с Идей Идейми французской революции Или будущей немецкой революции Тем более будущей российской революции Социальная критика Которая так Блистательно Представлена в прозе Гейна Все это потерялось Но У нас был один мастер перевода Который Открыл нам Лирику Гейна Собственно подлинный Гений Гейна Это Самуил Яковлевич Маршал Стихотворение, которое Можно назвать Наиболее Кричащим Из стихотворения Гейна В переводе Маршака была опубликована В Новом Мире В пятьдесят первом году И Все Каждый из читателей Мог понять Что речь идет о Нас с вами О сегодняшнем дне О тех Кто В сорок восьмом году Еще совсем недавно Проклинал Самого Маршака Всех поэтов С эфрейскими корнями Звучит так Кричат Кричат Негодуя Костраты Что я не так Пою Находят они Грубоватой И низменной Песнь мою Но вот Они сами Запели На свой Высокий Лад Рассыпали Чистые Трили Тончайших Стеклянных Рулат И Слушая Вздохи Печали Стенания Любовной Тоски Девицы Дамы Рыдали К щекам Прижимая Платки Каково Наше отношение К Памятникам Памятникам Посвященным Памяти Поэтов Отсюда Слово Памятник На самом деле То есть Мы Сохраняем Память С помощью Камня С помощью Некого Изображения Которое Напоминает И вот Памятник Генриху Гейну В Тюссельдорфе Это одно из Самых Своеобразных Самых Нетривиальных Изображений Дает ли Это возможность Памяти Очень сомнительна То есть Вспомнить Что-либо Из Гейна Или о Гейна Его биографии Его особенностей Его творчества В связи С этим сооружением Довольно трудно Значит Здесь Другая цель Художник Монументалист Видит Другую цель В своем Творчестве Здесь В данном случае И поэтому Надо представить Что же Именно Он имеет На уме И Полагаю Что прежде всего Мысль о Двоичности Раздвоенности Бинарности Всего в мире Гейна Только повод Порассуждать О Расколе На отломе Разрыве Который царит В нашем мире И Гейна Ну может ли быть Гейна поводом Ведь Гейна Сам по себе Целый мир И в Кельне И в Бонне Можно видеть Голову легионеров А здесь Дюссельдорфе Лежит голова Гейна Что же Представляет Собой Этот Поднятый Задранный К небу Нос Это конечно Задранный Гения Нос Который Указывает Нам путь Наверх Наверное Так думал Художник Но В Дюссельдорфе Можно видеть И Литературный Музей Литературный Салон Который Носит Имя Генриха Гейна Так или иначе Это выглядит Много спокойнее Уверенней Надеюсь Что Гейна Будет всегда Не давать нам Покоя До следующих встреч Пока